всем привет дорогие друзья с вами я тут мы продолжаем играть фастал кастал да друзья давно не выходила в видео по этой игре но есть приятный повод а это именно обновление версия 1.7.1 почему я не стал писать про обновление 1.7.0 а потому что сейчас я вам расскажу давайте вначале посмотрим какие изменения у нас есть во всем этом безобразии ну или красоте как вам хочется итак давайте почитаем что у нас здесь написано и лорда и миледи скоро в игре начнется новые события путь дракона друзья это будет или завтра или послезавтра а это значит что вас ждет много интересного не пропустить момент когда у ворот вашего замка появится дирижабль он возвестит о том что будет дракона готов принять вас обзаведитесь уникальным артефактом с фантастической способностью призыв дракона вот это я хочу но мне конечно как всегда не достанется потому что например я до сих пор не получил самый шикарный турнирный сундук несмотря на то что с этих турниров ну в общем много их правила да за полтора года уже почти хрен чего получил ладно получаете особо награды на пути главным призом зарабатывайте валюту для получения призов побеждайте других игроков на карте участвуйте в турнире посещайте бухту самоцветов проходите вторжение вас ждут два новых трофея докажите что достойные обладателями проявив себя в клановых войнах смотрите рекламу зачищайте уровни порталь вот еще несколько изменений которые вошли в это обновление на арене знаки добрости отныне начисляются за каждый пройденный бой вне зависимости от результата полный вперед господа к нам совершенно вот этого вот эта вот вещь в 1.7.0 не работала поэтому они выпустили 1.7.1 друзья вот такая вот фигня так окей что нам это дает вот это вот последняя возможность и как бы что она дает вообще игре в целом собственно не секрет то что особенно на старших уровнях очень многие друзья заходили на арену ставили в бой получали свои 50 очков за последние места и и все и уходили короче дают с этими 50 очков больше ничего не делали как бы есть такой да метод но не знаю мне кажется что это совсем не айс именно поэтому разработчики решили с этим бороться я так думаю для того чтобы повысить активность игроков именно в турнире что сейчас мы получаем ну соответственно у нас здесь 15 бойцов в нашем турнире с 7 по 9 места мы получаем 50 очков и плюс еще можно 60 очков заработать люб на любом месте главное ходить 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 на этот турнир друзья для тех кто начинает игру я думаю что это огромный огромный подспорь даже действительно но когда вы занимаете последние места не нифига не получаете ну факт туда это было обидно на что у нас сейчас получилось но вот я так посчитал что те места которыми занимали раньше и сколько мы получали этих и темов наших знаков доблести значит у нас получается что где-то на 10 и темов мы стали получать больше по факту ну давайте посмотрим как это у нас будет выглядеть в бою я что-то тут уже набил даже каких-то темов на лана ок пошли друзьям в бой посмотрим собственно как это у нас выглядит а здесь у нас появились появился такая вот шкала и за прохождение каждого боя повышается 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 приз вот этот дополнительный плюс 25 очков я так понимаю это считается так 5 плюс 5 это 10 плюс еще 10 20 плюс еще 15 и это получается на 35 еще плюс 25 вот она и 60 выходит да то есть вот за каждый проведенный бой вы получаете еще дополнительную награду ну раньше собственно мы пропускали первую фазу я обычно пропускать хотя иногда и играл мне проще как без первой фазы играть ну теперь приходится первую фазу как делается нападать на кого-то сильного точно кому проиграете ну как бы да это неприятно чисто с ощущение когда вы проиграете но я не люблю проигрывать я думать его вы тоже не любите проигрывать но вот видите разработчики нас в очередной раз облили по-моему из говна но не хотите проигрывать не играйте не получаете знаки доблести но хотите знаки доблести получать вот вам немножко говна на ваши уши окей собственно все мы с вами быстренько прошли эту миссию можем там теперь сходить куда-нибудь еще чем позаниматься там портала или еще какими-нибудь своими делами и следующее уже спокойно нормально фармем как белые люди ну то есть вот пропускать теперь здесь еще есть один маленький нюанс что у нас есть с вами задание его сейчас уже прошел так 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 защитник роста нет короче когда выполним ежедневные задачи чтобы получить вот эти вот сундуки у нас было задание 7 раз выиграть на арене ну собственно я начиная с него практически начал уже играть все бои но если это не сижу я постоянно фармлю арену а именно вот на обычный день там как-то два раза захожу на ряду помимо отбивки на вторжение до чтобы получить вот эти все штучки еще соответственно нужно два раза в турнире от участка на на старших уровнях еще раз за фармить корабль для того чтобы 5 отрядов русских пройти вот так друзья ну что здесь еще у нас поменялось у нас поменялась вот такая штука если будете спрашивать почему я не открываю сундуки потому что я сейчас сижу на максимальном уровне и собственно во всех сундуках там что-то есть но я стараюсь как периодически открывать вопрос потом буду открывать их на более высоком уровне тронов зал когда перейду чтобы там сразу ресурс посыпались поэтому я их не открываю сейчас поэтому столько их есть так у нас появился внешний вид сундуков и теперь это стало лучше потому что ну в общем то мы видим то где какие предметы у нас лежат вот кстати вот эти можно открывать от чего откуда у вас какой сундук раньше все полу мне кажется в кучу перемешанные я уже честно говоря даже не помню уже привык немножко к этой версиям так давайте кого-нибудь нападем вот у нас есть боец сейчас мы на него зачпок и быстренько на кстати на 40 уровне я сейчас сижу пока еще качаю конечно отряд но мне очень нравится конфигурация два лучника соответственно рез и танк очень часто встречается такая мне кажется популярная сейчас стратегия такая достала популярная такая тактика ведения боя так друзья ну и собственно по поводу сундуков то я уже вам сказал то что очень удобно понятно за что вы получили сундук то что иногда бывает вы получаете сундук какой-то у вас здесь сундуков много и вы не понимаете куда в какую кучу он отправился даже сейчас они у нас стакаются да по типу а раньше они вообще не стакались да то есть это было бы вообще все по одному сундуку забита и там вообще хрен что найдешь но сейчас в городе как более-менее понятно за турнир за турнир за вторжение за вторжение там за то что вы отправили жрату вашему соседям он и раньше был другой до соответственно вот такой все это все изменения друзья мы ждем когда прилетит к нам вдруг волшебник в глупом вертолете бесплатно покажет кино да соответственно воздушном шаре это будет у нас либо завтра я так после 12 часов либо послезавтра после двенадцати он скорее всего нора после завтра до после двенадцати ну собственно когда по идее портал закроется когда вы его выформим когда получим усрано там идет обновление игры я так думаю что все-таки после двенадцати завтра ну если у вас какие-то другие мнения на тему или вообще на тему этого обновления пожалуйста пишите в комментариях я всегда это приветствую еще не совсем я понял зачем было выпускать версию 1.6 совсем недавно так сейчас мы еще чего-нибудь за фарме момент вот 1.6 потому что она выходила где-то недели три назад нам что-то все она обещали там кит героев все что-то я больше эти героев то собственно и не наблюдаю никаких вот и после этого выпускать версию 11.7 не знаю мне кажется ту версию нужно было назвать 1.5.9 вот эту версию 1.6 но возможно то что они увеличивают вот этот вот набор речь идет о том что будет скоро возможно выйдет версия 2.0 так как это обновление глобальное в игре будет ну может быть это об этом говорит я не знаю опять же есть вас какие-то мысли есть над тем пишите все всем пока пока приходите еще будет много много всего интересного